Слово восьмое. Об облачном дне и собрании епископов. Скопление облаков сделало день темным, а присутствие Учителя, разумеется, антиохийский епископ Соловиан, делает его очень светлым. В самом деле, не так солнце освещает тела, испуская лучи с высоты небесной, как взор отечественной любви озаряет наши души, посылая лучи от епископского седалища. Зная это, он не один прибыл к нам, но пришел в сонми светил, чтобы больше было света. Поэтому и церковь у нас красуется, и стадо ликует, и мы с большим усердием приступаем к беседе. Где бывает собрание пастырей, там и овцы наслаждаются безопасностью. Так и мореплаватели радуются, когда у них много кормчих, потому что они во время тишины и безветрия посредством рулей облегчают им труд плавания на веслах. А когда волнуется море, то своим искусством и усилиями многих рук уменьшает напор волн. Подобно этому и мы. Верив все молитвам их, смело приступим к поучению. А чтобы наставление было для вас понятнее, яснее, напомним вкратце о том, что сказано было вам вчера. Я говорил о том, что человек до вкушения от древа знал добро и зло, а не по вкушению получил это знание. Объяснил то, почему так называется древо познания добра и зла, и как Писание имеет обычай называть время и место по тому событию, которое совершилось в этом месте и в это время. Сегодня следует уяснить самую заповедь, которую Бог воспретил в вкушении от древа. В чем она состоит? И заповедал Господь Бога дам уговоря от всякого дерева, которое в раю, можешь есть. Это божественный закон. Будем же внимательны. Если читая царские грамоты, люди заставляют всех, собравшихся вставать, то тем более мы, готовясь читать не человеческие законы, а божественные, должны подняться умом и внимательно слушать, что говорится. Знаешь, что некоторые винят законодателей и говорят, что закон был причиной падения. Поэтому наперед нужно обратиться к этому и самым делом показать, что Бог дал закон не по ненависти к человеку и не по желанию нанести оскорбление нашей природе, а по любви и попечительности. Что Он дал его нам в способе? Послушай, что говорит Исаия. Закон дан в помощь нам, а кто ненавидит, тот не помогает. Опять пророк взывает, светильник ногам моим закон твой, свет стезям моим. А ненавидящий не прогоняет мрака светильником и не направляет блуждающего на путь посредством света. Еще Соломон говорил, светильник заповедей закон и свет, и жизнь, и обличение, и наказание. Притча 6.23. Вот закон не только помощь, не только светильник, но и свет, и жизнь. А делать это свойственно не тому, кто ненавидит и желает погубить, а тому, кто подает руку и помогает. Поэтому и Павел, обличая Иудея и показывая, сколько пользы принес закон, и что он для нашей природы служит успокоением, а не отягощением, сказал, вот ты называешься Иудеем и хвалишься законом. Видишь ли, что Бог дал закон не для тягощения, но для успокоения нашей природы? Успокаиваешь себя им. Хочешь ли узнать, что и ради чести? Вполне достаточно и это сказанное может свидетельствовать о чести и попечении. Однако я сделал это ясным и посредством других свидетельств. Похвалил, говорит Давид, Иерусалим Господа, хвали Бога твоего Сион, ибо укрепил Вереев ворот твоих, благословил сынов твоих в тебе, полагающий пределы твои, мир и туком пшеничным насыщающий тебя. Потом, сказав и о благодеянии, которое оказывает Бог через прочее творение, указал на особенное и важнейшее благодеяние, говоря, посылает слово свое Иаку в оправдании судьбы своей Израилю. Не сделал того он ни одному народу, и судеб своих он не явил им. Смотри, сколько перечислил благ, безопасность города, укрепил, говорит, Вереев ворот твоих, удаление войны, полагает предел твой, мир, изобилие необходимого для жизни, и туком пшеничным насыщает тебя. Однако на дарование закона он указал, как на драгоценнейшее из всего. Желаю показать, что получение закона и познание судеб Божьих есть дар, гораздо важнейший, нежели безопасность. Мир, отсутствие войн, доброчадия, многочадия и изобилие необходимого для жизни он поставил этот дар после всего. «Как венец и совокупность благ, и присовокупил. Не сделал того ни одному народу». То есть, как, изобилием и другими вышеисчисленными благами, часто наслаждались и многие, но не о вышесказанном, говорит. «А о законе я сказал, что не сделал того никакому другому народу. Поэтому и прибавил. И судеб своих он не явил им». «Ты видишь, что закон важнее всех перечисленных благ». 773. Это показал Иеремия. О плаке бывших в плену он говорил. «Почему мы на земле вражеской? Потому что оставили источник премудрости». Баруха 3.10. «Разумея закон. Как источник изливает много ручьев во все стороны, так и закон дает всюду много заповедей, напаяя нашу душу. Потом, оказывая на особенную честь, оказываем дарованием закона, пророк и говорил сия. «Не слышно было о том в Ханаане, и не знали о том в Семане, и сыновья Агари искали земной мудрости». «И показывая то, что она духовная и божественная, и говорит, кто, говорит, зайдет на небо, чтобы свести ее? А потом и прибавляет, сей Бог наш, и нет равного ему. Он показал путь всякой премудрости и дал ее Иакову, отроку своему и Израилю, возлюбленному от него». Поэтому и Давид сказал, «Не сделай из того никакому народу, и судеб его они не познали». На это же указывая и Павел писал, «Какое преимущество иудеям, или какая польза от обрезания?» «Во многом, а во-первых, потому, потому что им верено Слово Божие». Видишь ли, как и он объяснил сказанное, «Не сделай из того никакому другому народу, и закона его они не познали». Если преимущество иудейского народа состоит в том, что он один из всех людей почтен дарованием писанного закона, то, следовательно, Бог дал закон, не отягощая нашу природу, но оказывая ей честь. И не тем только почтил, что дал закон, но и тем, что дал его сам. И точно, это самый высокий вид чести, что он не только даровал, но и даровал сам. Что это великий дар, послушай Павла, который это показывает. Видя, как иудеи гордились тем, что к ним пришли пророки, и смиряя их гордость, показывая то, что мы удостоились большей чести, приняв учения не через раба, но через Господа, так говорит в послании к евреям, «Многократно и многообразно Бог из древней говорил в пророках к отцам нашим, в последние дни говорил нам в сыне». И опять в другом месте, не только этим хвалимся, но хвалимся и Богом, через Господа нашего Иисуса Христа, который даровал нам примирение. Видишь ли, он хвалится не только примирением, но и тем, что примирение получил от Христа. И опять, прославляя воскресенье, говорит, «Сам Господь сойдет с неба». Смотри, и там все совершается через Господа, как и здесь дал заповедь Адаму, не через какого-либо раба, не через ангела и архангела, но сам лично. И таким образом оказал человеку двойную честь, и тем, что дал закон, и тем, что дал сам. Как же он пал? От собственной беспечности. Это показывает те, которые получили закон и не пали, а сделали еще более повеленного. На виде недостаток у нас времени отложу слово до другой беседы. А вы пока храните и помните сказанное. Передавайте это и тем, которые не слышали. И пусть каждый размышляет об этом и в церкви, и на рынке, и дома. Нет ничего приятнее божественного учения. Послушай, что об нем говорит пророк. Как сладкой гортани мои слова твои лучше меда. И капель сота устам моим. Этот сот полагай на вечерней трапезе, чтобы всю ее исполнить духовной сладости. Не видите ли, как богатая после обеда приглашает в себе певцов и плетистов. Они свой дом делают театром, ты же сделай твой дом небом. А сделаешь это не тогда, когда переменишь стены или передвинешь основание, но когда призовешь в своей трапезе самого владыку небесного. Где духовное учение, там и смиренно мудрее, и честность, и скромность. Муж увидит такую трапезу, и господь туда приходит и принимает участие в собрании. Он сам сказал, вы видели меня алчущим и напитали. И так, когда услышишь, что внизу громко кричит нищий, и затем дашь просящему что-нибудь из того, что находится на столе, то в лице рабаты пригласил господа к своей трапезе. И цело исполнил ее благословение. Этим начаткам положил весьма важное основание к тому, чтобы твои житницы наполнились множеством благ. Бог же мира и любви, дающий хлеб, пищу и семя сеющему, да возрастит посеянное вами и умножит плоды правды во всех вас, подавая свою благодать и да удостоит царствия небесного, которого да получим все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, честь, держава ныне и присно и во веки веков. Аминь.